Капец, куда меня вообще таксист привёз? Я не понимаю. Какой-то очень странный район. Меня тут вообще не ограбят. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новенькое видео. Как вы можете заметить, я нахожусь в городе жителей, а именно в его самом бедном районе. Вообще, когда я заказывал такси, я поставил другую точку. Я не понимаю, почему таксист привёз меня именно сюда. Я приехал вообще в город по делам и забронировал себе очень классный отель. Вот, кстати, изумруды. Это, прикиньте, за одну ночь в этом отеле. То есть, будет стоить довольно-таки дорого. Но мне пришлось забронировать этот отель, потому что там рядом находятся мои дела. И мне там будет просто удобнее и быстрее передвигаться. Поэтому придётся в никуда, можно сказать, потратить эти изумруды, потому что... Молодой человек, извините, можно вас? А? Чё? Показалось, наверное. Ну так вот, короче. Молодой человек! А? Что? Эээ, да, здравствуйте. Подойдите, пожалуйста, на секунду. На секунду подойти? Ладно, хорошо. Да, что такое? Уважаемый господин, не подсобите немножечко монеточкой. Монеточкой? У меня только изумруды. А изумруды тоже пойдут. Капец, а вы чё тут сидите с коробкой? Где все люди, кстати говоря? Да это самый бедный район, его скоро вообще сносить будут. Я тут один остался живу. А, серьёзно? Ну я, в принципе, да, могу вам дать немного на еду. А где вы живёте, не подскажете? Я живу вот в этом доме, в принципе. Ну, меня не то чтобы устраивает. Ну, а чё поделать? Слушайте, удивительно. Так этот же дом в очень плохом состоянии. Как вы тут живёте, я не понимаю. Это ещё вы не видели мой шикарный апартамент. Пойдёмте. А, вы покажете? Слушайте, мне даже интересно, как вы тут живёте в этом доме. Ну, давайте, хорошо, покажите мне. Так, вот это ваша квартира, да? Да? Слушайте, ну, в принципе, конечно, такое себе, но жить можно. Да не-не-не, ты чё? Это не моя квартира, я же в подвале живу. Где? В подвале? Серьёзно? А чё ещё мне остаётся делать? Офигеть. Так, мне интересно. Ну-ка, покажите. Пойдём за мной. Да-да-да, сейчас иду, секундочку. Капец, ребята, как в этом доме можно жить? Да ещё и в подвале, прикиньте. Так, в подвале, в подвале, в подвале. Спускаемся. Так, вы здесь или нет? Ага, вижу какую-то дверь. Давайте заходим и... Ёшкин на трёшкин. Добро пожаловать в мою хату. К-к-к-как вы тут живёте? Это же... Это же ужасно! Офигеть, это вы вот тут спите? Да, правда, иногда крысы кусают за ухо и за нос. Как вы видите, он у меня красный, поэтому... Но это не важно. Ну, спать, да, не очень комфортно. Ё-моё, офигеть. Это же жесть какая-то. И тут же туалет, и костёр. Вы костёр развели в помещение? Ну, а чё делать? Отопления нет. Вон уже батареи проржавели. Да я вижу, тут не только батареи проржавели, а тут ещё колонна сломалась, капец. А если потолок упадёт? Ну, упадёт, упадёт. Такая у меня судьба. А это колючая проволока, я на ней одежду сушу, поэтому она такая рваная. Офигеть, это просто жесть какая-то. Вы сейчас серьёзно? У вас тут даже окна нету, это ужас. И подождите-ка, я вам дал два изумруда, правильно понимаю? Ну да, куплю себе этот, не знаю, поесть чего-нибудь, хлебушку куплю. Слушайте, я прям смотрю на место, где вы живёте, я тупо не могу в это поверить. Слушайте, у меня идея небольшая. А давайте сделаем так. Вот давайте лучше вам забабахаем тут нормальный ремонт. Э, чё, ремонт? Серьёзно? Да, почему нет? Потому что я знаю, что тут недалеко есть недорогой магазин всяких строительных материалов. И верстаков, и сундуков, там печек, верстаков и прочего. Это можно всё по дешёвке купить. Ну а я сниму просто номер подешевле. Ой, я был бы вам благодарен, я вам всё верну. Да спокойно, спокойно, не нужно мне ничего возвращать. Не-не-не, вот пока вы будете делать с ней ремонт, я сейчас пойду, попрошу у кого-нибудь денег, чтобы мне дали эти деньги, и я вам всё вернул. Да не надо, лучше обувь себе купите. Эй, извините, но я так не могу, я скоро вернусь, вы можете пока начинать. А, да-да, ну ладно, окей, хорошо. Блин, ребята, капец, мне вот так жаль, что-то стало. Ну прикините, реально, вот вы, наверное, не чувствуете, но тут очень сыро, очень мокро в этом подвале, и ещё и очень-очень холодно. Вы посмотрите на это, а ещё также этот подвал очень сильно опасен. Поэтому предлагаю нам вместе с вами сделать доброе дело, а именно сделать небольшой ремонт прямо в подвале у бомжа. Я думаю, что этот бездомный будет рад. Конечно, тут будет не шикарный ремонт с алмазными блоками, да, потому что мне попросту не хватит на это. Да и смысла от этого никакого нету. А просто обычный такой скромненький хороший ремонт, в котором можно жить. Поэтому я предлагаю прямо сейчас отправиться за стройматериалами и вернусь, когда всё куплю. И последний сундук, всё. Отлично, ребята, я дотащил это, капец, по этим ступенькам поднимать так тяжело, тут даже пандуса нету. Ну ладно, пофиг, я в принципе готов начинать. Для начала нам бы вынести весь этот караул отсюда. Давайте это сделаем, я купил себе также кирку и топор, и прямо сейчас всё буду выносить. Вот эту вот кровать, от которой воняет ужасно, вот эти вот бутылки, всё убираем. Костёр уж подавно, это небезопасно вообще. Про унитаз я вообще молчу, к нему стрёмно прикасаться, но его тоже нужно вынести. Все бутылки убираем, и вот это вот тоже бы по-хорошему сломать. Хотя нет, давайте я потом это залью бетоном и сделаю из этого нормальную колонну. То есть, ну чтобы нормально можно было жить и не опасаться, что на тебя упадёт потолок. Так, вот это вот тоже добудем, и вот эту вот колонну тоже сделаем нормальной. Эти батареи мы тоже будем снимать, потому что смысла с них никакого нет, они ржавые, уже прогнили и не работают. Да и колючую проволоку тоже надо убрать. Короче, просто выносим абсолютно всё. Ну, в общем-то, смотрите, что у меня получилось. Тут вот торчала такая какая-то балка железная, я её доделал, тоже всё залил, заставил кирпичами. Вот тут вот тоже всё сделал, ну и вот тут доделал эту колонну. Теперь я думаю, что всё тут надёжно. И, кстати говоря, нужно вставить сюда окно, чтобы не задувало. Всё, готово! Теперь мы с вами должны сломать пол, потому что пол тут должен быть, ну реально, ребят, тёплый. Потому что по этому камню ходить очень холодно, а у бомжа даже нету обуви. Поэтому я считаю, что нужно сделать здесь деревянный пол, обычный нормальный деревянный пол. Сырости тут уже не будет, мы всё с вами залатали, все дыры я заделал, всё зашпаклевал, короче. Поэтому всё, можно сделать деревянный пол. В общем-то, принёс я вот такие вот блоки, это то же самое дерево, только немного подешевее. Потому что там что-то дерево в этом магазине очень стоило дорого, поэтому купил вот такое вот. В принципе, смотрится тоже неплохо, вот, разве что в цене отличается. И всё, больше никаких отличий нету. Ладно, давайте вот так вот всё быстренько доделаем, только я что-то как-то много купил этого дерева, потому что у меня ещё очень много осталось. Ну, в принципе, ладно, потом, может быть, что-то ещё из него сделаем. Я принёс вот такие вот блоки для того, чтобы сделать перегородки. Давайте начнём. Для начала я сделаю вот тут вот стену. Вот такую вот прям глухую полностью, скажем так. Здесь у нас будет спальня бомжа. Вот тут вот у него будет кухня, а где-нибудь вот здесь вот у него будет туалет. Вы как бы не думайте, что кухня у него маленькая, потому что, в принципе, ему большая не нужна. Тем более в подвале. Я сомневаюсь, что он будет вставать по утрам и вставать, не знаю, возле плиты, и что-то там готовить, нарезать морковочку, картошечку, варить суп. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Мне кажется, он будет что-то максимум разогревать. А вот туалет сделать хороший очень-очень-очень важно. Ну, в принципе, вот. Только я, знаете, что думаю сделать? Чтобы вот тут ещё было потеплее, двойную стену сделать. Вот таким вот образом. Во, всё, готово. Теперь тут точно можно поспать. Может, даже ещё с этой стороны двойную сделать. Слушайте, а почему бы и нет? Да, места меньше получается, но зато как бы теплее. Я думаю, что это важнее намного. Это важнее в тысячу раз. Поэтому давайте сделаем ещё вот так вот. Слушайте, во, нормально. Теперь тут точно тепло. И тогда окна нужно поставить толстые. Сейчас я за ними схожу, благо я их тоже купил. Вот они, стёклышки толстые. Сюда установим, сюда и вот сюда. Всё, теперь тут тепло. Реально тепло. Даже можно батареи не ставить. Но я их, скорее всего, тоже поставлю. Так, вот сюда вот мы дверь установим. А вот тут вот, я думаю, вот так вот тоже застроить, чтобы было ещё теплее у нас. Да, прикиньте. И вот тут, наверное, тоже. Но, возможно, я потом это сломаю. Потому что у нас есть небольшая идея, что тут поставить. Поэтому оставим пока что так. Но в дальнейшем, возможно, это мы уберём. Вот такая вот уютненькая квартирка получается у нас. Смотрите-ка, мне очень нравится. Да, места мало. Но ещё раз говорю, важнее. Тепло и комфорт. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Поэтому я пошёл за предметами интерьера. Начнём с комнаты. Для начала мы устанавливаем две вот таких вот кровати. Обычные, совершенно ничем не примечательные кровати. Но намного лучше, которые у него были. Так, теперь ставим книжные полочки. Но вдруг он захочется как-то провести досуг. И, например, почитать книжки. И вот сюда повешу картину. Во, она реально красивая получилась. Мини-кухню, значит, я несу. Смотрите, мы ставим сюда вот такие вот фасады. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И наверх мы тоже ставим места для хранения. Вот что у нас получается. Вы скажете, компот, а где раковины? Где плита? Это всё. Раковина не нужна, потому что она будет здесь. А плита нам не нужна, потому что он ничего не готовит. Понимаете? Поэтому я поставлю сюда микроволновку. И, кстати говоря, сломав одну единичку, мы поставим сюда холодильник. Потому что в этом подвале теперь тепло. И, как бы, хранить продукты нужно где-то в холодильнике, в холодном месте. А, ещё, чуть не забыл. Вот сюда я повешу чашечки и тарелочки. Потому что он постоянно питается с одноразовой посудой. А это очень неэкологично. Представляете, сколько пластика выбрасывается. Поэтому я считаю, что вот такие вот блюдечки и чашечки многоразовые будут очень даже кстати. Их и в микроволновку можно ставить, и всё будет шикарно, и всё будет красиво. Так, у нас ещё туалет, поэтому побежали. Всё-таки, да, я был прав. Нам придётся сломать тут один блок. Ну, потому что места очень-очень мало. Я бы, на самом деле, в идеале бы ещё эту стену утеплил, но, к сожалению, не получается. Сюда я хочу поставить стиральную машинку, потому что, ну, вы сами всё понимаете. У него очень грязная одежда, её нужно 100% стирать. Дальше. Сюда я поставлю раковину, пожалуйста. Сюда я поставлю унитаз. А вот сюда, только факел нужно немножечко переставить, знаете, куда-нибудь. Вот, давайте сюда его влепим. Сюда я хочу поставить душ. Вот таким вот образом. То есть, он может помыться. Наверное, вот так вот направлю. Во, да, идеально, то есть, нормально. А вот сюда я поставлю... Ой, нет-нет-нет-нет-нет-нет. Немножко косикнул, он же так не включится. Во, всё. Теперь нормально. Он может тут встать, помыться. В принципе, всё нормально. Можно было сделать лучше, но, увы, ах, место не позволяет. А теперь нам ещё нужно обустроить основную комнату, вот эту вот главную, и я за предметами. Для бомжа у меня будет небольшой сюрприз, я думаю, вы уже видите его у меня в инвентаре, это вот эта вот штука. Сейчас всё расскажу вам, для начала я поставлю сюда печку, верстак и двойной сундук, ну короче, базовый набор. Но, помимо этого всего, у меня есть ещё вот такой аккумулятор, который я, наверное, поставлю на печку, прямо вот сюда. Если его зарядить, в нём можно хранить электричество и запитать тут абсолютно всё. Всё, плиту, холодильник, микроволновку, не знаю, что-то ещё подключить, фен подключить, голову подсушить и прочее, там подобное, короче, абсолютно всё. Чайник можно поставить с помощью этого аккумулятора, поэтому вещь очень-очень полезная. Ну и сюда повешу картину, только немного она как-то неровно встала. Во, вот это вот вообще в тему. Ну и чтобы было совсем тепло, я ещё также поставлю сюда коврик. Хотя мне даже, если честно, тут уже в толстовке жарко, мы нормально так всё с вами утеплили, так что всё у нас хорошо. Вот так вот накидаем, вот сюда вот, и давайте, в принципе, вот сюда. Не хватило я за ковриком. Вот есть у меня, на самом деле, такие моменты, когда чё-то вот не хватает, потому что я люблю, чтобы всё было чётенько и всё было супер. Так, о, господи, бомж? К-к-к-компот? Это всё мне? Да-да-да, только я тут немного недоделал, вот, всё, теперь готово Да ладно, ты серьёзно, я в это просто не верю Бомж, это минимум, что я могу сделать, как говорится Ну а чё, я поставил тебе сюда обычную кровать, аккумулятор, вот пару обычных блоков, кухоньку небольшую организовал, ну и ванну с туалетом, я думаю, ты её уже видел Я в это не верю, это просто ты хочешь сказать? Это офигенно, компот, у меня теперь есть аккумулятор Кухня, стиральная машина, у меня теперь всё есть, спасибо тебе огромное, иди сюда, я тебя обниму Ладно, 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 бомж, смотри, я тебе всё сделал, короче, помоешься, постираешь вещи, сделаешь себе покушать, всё тут есть А я обещал тебе вернуть, а вот, это всё, что мне удалось найти Шесть изумрудов и деревянную кирку? Бомж, ну да ладно тебе не надо, я тебе сейчас сундук брошу, не нужно, серьёзно Компот, мне просто не держать слёз, спасибо тебе большое за помощь Я никогда не верил, что кто-то так может пройти просто по улице мимо и вот так помочь Ну, нам с подписчиками, бомж, не сложно как бы Спасибо огромное, и тебе, и твоим подписчикам, всем спасибо Не за что, бомж, всё, теперь, пожалуйста, осваивайся здесь, а я пошёл, потому что мне ещё по делам идти, сам понимаешь, и нужно найти новый отель Так что удачи тебе и успехов Тебе тоже, я желаю удачи тебе и всем твоим подписчикам, пусть у вас в жизни всё будет хорошо Всё, давай, бомж, спасибо тебе огромное Слушай, ребята, вот мы и с вами сделали ещё одного человека счастливым Теперь он живёт не в сыром каком-то подвале, а в реально нормальной квартире Даже я бы там пожил Ну, походу, именно в такой я и буду жить, потому что изумрудов у меня осталось совсем немного Ну ладно, что-нибудь придумаю, главное сейчас теперь выйти из этого бедного района Слушай, ребята, с вами я прощаюсь, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал Спасибо, что досмотрели это видео до конца, всем удачно, спасибо всем, пока, ребята Субтитры сделал DimaTorzok